Вот так за чашечкой кофе Игорь Гаврилов рассказывает блогерам идею фестиваля «Джаз над Волгой-2015». В этом году он пройдет с 10 по 16 марта. Акцент делают на молодых исполнителях и новых формах джазового искусства. Но уровень профессионализма неизменно высок. Это молодежь, которых многие, возможно, и не знают. Хотя их знают и на Нью-Йоркской сцене, и все это наше отечество. И будут представители из мирового джаза и, безусловно, легенды советской джазовой сцены. Даже вот одна, Алексей Козлов, которому в этом году 80 лет исполняется, со своим легендарнейшим ансамблем «Аксенал». Он никогда не участвовал в рамках фестиваля. Он играл в «Арсландии», но в рамках фестиваля первый раз. Фестиваль «Джаз над Волгой» зародился 36 лет назад. Тогда это были просто дни джаза. О том, что фестиваль выйдет на международный уровень, станет культурным брендом города и области, его создатели не могли и мечтать. Сегодня Игорь Гаврилов вспоминает, как с товарищем придумывали название. Я так и сказал сначала, я ему говорю, слушай, а давай назовем джаз на Волге. А он говорит, на Волге как-то сыро, потому что на воде как-то сыро. А давай над Волгой. Я говорю, давай, мне все равно. Конечно, я бы мог очень умно и написать, что мы исследования проводили, занимались там пять с половиной лет. Придумали? Нет. Я очень горжусь, что названия речных фестивалей после нашего по стране просто побежали. Даже в афише, которая хранится в джазом-центре, мы можем найти и над Амуром, над Обью, над Артышом, над Дневой, над Днепром. Игорь Гаврилов и другие представители общественности активно работали и над форумом «Культура. Стратегический ресурс регионального развития». Он в конце прошлого года подвел итог Году культуры в области и стал единственным в стране подобным форумом регионального уровня. Члены общественной палаты готовы и впредь заниматься культурной революцией и выходить с новыми идеями и проектами. Екатерина Бубнова, Олег Лушников. День в событиях.